всем здорова выехал на сомика порыбачить 9 июня на календаре такое вот красивое место хочу сейчас подкормить перловкой с запахом чеснока и нужно поймать живца потому как с собой я наживок не брал брал только немного выползка чтобы на донку попробовать окуня поймать сегодня запланировал такую рыбалку чисто на живца но если уж не повезет то есть если никого не поймают тогда зайду в воду я смотрю там он ракушки валяются по собираю этих ракушек поставлю на крючок и будем уже так рыбачить так что поехали надеюсь сегодня повезет взял с собой перловку запахом чеснока как я уже упоминал ранее хочу подкормить тут под берегом он трава растет такое спокойное течение так немного закину таких местах обычно карась у нас ловится когда уже так отнерестился в основном летом блин мусор этот задолбал я уже там собрал целый пакет смотрю еще здесь валяется сколько тут всего кто-то кстати самогон оставил я понюхал блин он в кустах нам тоже дальше идут бутылки всякие всякая херня чего тут только нет надо вообще это жить постараться потому что я с собой это не увезу все тут ракушки валяются если ничего не получится поймать в плане живца то придется залезть в воду собрать ракушек и уже рыбачить на ракушке на улице жара стоит конкретная сейчас буду дальше раскладывать удочки взял на собой доночку такую короткую и поплавочную удочку на поплавок хочу планирую карася поймать может быть головля плотву а на донку рассчитывая на окуня может быть тоже на головля вот такая красота на крючке это будет донка ой тут еще и дерево я так не заметил сейчас попробую закинем там могут и головли стоять и окуня и за одной глубину посмотрим какая универсальная снасть на такой донке крючок находится в толще воды потому что поводок высоко привязан попустим фрикцион и поставим колокольчик и теперь поплавочную снасть я так глубину примерно выставил тут конечно трава растет под берегом это не очень хорошо но ничего рыбачить возможно она наоборот течение затормаживает карась тут должен стоять сто процентов и сейчас бац и нифига не поймал ну бывает и такое ну посмотрим как оно будет бывает всякое и чтобы время не терять сейчас надо поставить держаки как-нибудь как-нибудь сюда и вторую удочку можно закидывать тут интересное место либо прямо круче рядом их поставим вот это земля хорошая будет держать отлично ну все ловим живца и пока я буду наблюдать за удочками я хочу еще разложить самовье удочки вот они лежат и я надеюсь живец все-таки клюнет и поры бачим на него на на кого-нибудь брутальные снасти на сама я уже достал но пока что не их время даже нечего на крючок накинуть чтобы она сама забрасывать здесь вот течение такое трава какая-то растет вот я смотрю тут почищено и тут немного под берегом жара такая что вообще капец я бы сейчас покупаться залез так тут живца надо ловить тоже как бы надо что-то выбирать либо купаться, либо живец, но живец в приоритете конечно в комментариях один человек задавал вопрос в каких местах искать сама если есть река в которой есть сон то на бровках можно искать если есть ниже по течению яма обычно это на поворотах то можно сесть выше или ниже ямы можно где прям крутые берега уходят, то есть крутые бровки можно где меляки но желательно если меляк идет то чтоб дальше шла как бы большая глубина то есть меляк который переходит на глубину вот в таких местах интересно где кувшинки заканчиваются где трава заканчивается есть какие-то определенные тропы сом он в основном не стоит на месте а он так или иначе проходит в некоторых местах либо если рыбачить рядом с ямой или уже совсем в яме там вот идет она допустим круг такой то как написано в книге Сабанеева что сом вечером в период заката то есть на закате начинает ходить вокруг этой ямы обходит ее и бывает по нескольку раз ну вот так там написано пробовать нужно в разных местах вот пока что поклевок нет камеры вырубаю камеру вырубай тут съемка видео запрещена так вот пока что клево нет я камеры выключаю и буду пытаться поймать потому что оно то весело все но без живца я тут просто так приехал чайку попить и посидеть понаслаждаться природой ну вот ну это тоже нормально бичок он и в африке бичок и и и и и и Наконец-то поймал хоть какую-то рыбу, это окунь, но заглотил в шахту. Какая-то рыба, блин, ходит под самым берегом, вот эта, где трава заканчивается, вот такой вот, вроде как и щука, а может и сон, азарт. Субтитры создавал DimaTorzok Пора штаны одевать, а то меня сейчас комары съедят. Значит, вот они наши наживки. Решил я поставить лягушку и окуня. Тут небольшой крючок, тут такой побольше, ну какой есть. Просто у меня таких снасток нету с маленьким. Я бы тоже сюда, допустим, на лягушку маленький поставил. Ну не суть. Если схватят резко, то пофигу. Лишь бы схватил. Окунька закинем вот так по прямой. Да, нормально. Даже отлично. Лягушка уже свалить хочет. А эту подругу забросим. Надо постараться как-то. Недалеко от берега, но чтобы оно за траву упало туда. Сейчас попробую. Ой. Вот здесь встать и туда под траву закинуть. Ох, отлично просто. Просто лучше некуда. Всё, готово. Держак мне не нравится, как стоит как-то криво. Надо переставить. Да, земля тут жёсткая. Вот так вот. Отлично. Натяжка есть. Лягушка там на месте. Я бы, конечно, хотел, чтобы она так аж на поверхность. То есть поводок доставал на поверхность, чтобы она брыкалась и привлекала сомика. Ну, получается, как получается. Настроим фрикцион. И чуть-чуть отпустим. Там течение вообще жёсткое. И здесь то же самое сделаем. Остаётся колокольчики повесить. Когда-то я уже пробовал на лягушку. И когда забрасывал, то есть забросил, было такое, она там шевеления такие создаёт, аж удочка трусилась. Тогда, конечно, удочки были послабее у меня. Ну, не такие мощные. Но, тем не менее. То есть шевелится она там конкретно. Ну, и лягушек тут много. Конечно, жалко их. Ну, нечего делать. Ракушка мне как пассивная приманка такая, она не сильно нравится. Она, как это сказать, она не шевелится, она никаких движений не создаёт. Из-за этого я как бы решил так сделать. Ну, если что, есть выползок ещё. Ну, уже давайте в качестве эксперимента сегодня попробуем так. Окунь и лягушка. Достаем колокольчики. У меня такой органайзер небольшой. Здесь всё, что касается ловли сама. А другой, такой же, ну, похожий органайзер. Там у меня всё для поплавочной ловли. Для тонких, крючки. Всё, что касается... Ух ты, там рыба какая! Ничего себе! А, это бычок. Выскочил на берег. Начал по бутылке бить. Я там бутылку положил, там в ней бычки хранятся. Короче, советую всем прикупить, чтобы всё в куче было. Это пока что можно подвесить перловку. Может, утром порыбачу. Месяц молодой. На молодой месяц когда-то я попадал на хорошую рыбалку. Но это так. Какая-то для собственного успокоения души надо такие слова произнести. Так, первый есть. Второй есть. Ну, будем надеяться. Сегодня такая рыбалка с элементами эксперимента. Здесь как бы место такое. Не сильно оно интересное. Нет резкой бровки. Но, по идее, сон должен поджиматься к этому берегу. Потому что здесь куча мелкой рыбы. Ладно, откинем теорию. Сегодня проверяем. Комары, конечно, кусаются так, будто я им денег должен. Вон, свирепые какие-то. Недавно ездил на рыбалку. Тоже покусали меня, блин, прям через носки. Суть в том, что неизвестно, будет проходить сом здесь или нет. Я думаю, конечно, что будет. Но, как бы, нет такого ярко выраженного места, чтобы для него сузить поиск наживки. Ну, то есть, чтобы увеличить вероятность того, что он наткнется на нашу наживку. На мою наживку, я имею в виду. На окуня было какое-то движение. Два раза дернуло немножечко. И все. Может, там какой-то хищник проходил. Такое я уже видел на прошлых рыбалках, когда наживца пробовал. Делать нечего. Решил еще доночку закинуть. Может, какой-то головой клюнет. Или еще кто-то. Закину туда, ниже этих двух удочек. Ниже по течению. Получается, под берег. Недалеко. За травой, можно сказать. Здесь стоит на этой удочке новый шнур 0,16. Снастка сделана из 0,4 лески. И грузило стоит 40 грамм. Но вот я кидал на течение. Особо не сносило. Это так, побаловаться. Все равно делать нечего. Пока что не клюет. Тишина полная. А я буду дальше чаю к пить. Перезабросил только что окуня. Он живой. Закинул поближе немного к берегу. И на выползку было там несколько поклевок. Даже не пойму, кто это клевал. На лягушку вообще там удочка даже не шевелилась. Но весь расчет на окуня. Закинул прямо за траву. Там, в принципе, вся рыба походу и ходит. Зачем ей на середине ходить? Такая поклевка была. И бросил. Посидел я, понаблюдал за удочками. Особо никаких серьезных поклевок не было. Там пару раз на выползка дернуло. И на окуня кто-то... Ну, кто-то гонял его. Ну, вообще не серьезно. Думаю я, что не нужен. Там не нужны саму ни лягушки, ни окуня. Уже жор прошел, когда он готов был клевать на все. Если грубо. И сейчас, я думаю, надо ставить каких-нибудь маленьких рыбок. Делать какую-то снасть поделикатнее. Ну, прочную тоже. И ставить маленьких рыбок. Может даже так несколько. Как на волос насадить их как-то. Ну, чтобы они живые были. И небольшой крючок с амовий. И так сделать, чтобы эти все рыбки возле поверхности были. И так сидеть тихо и выжидать. Можно даже с лодки. Можно так под берегом. Если есть такие места. А я собрался спать. Доброе утро. Проснулся недавно. Такие поклевки увидел. Прямо удочку загибает конкретно на окуне. Но рыбы на крючке нет. Я не пойму, кто это так плюет. Может щука там пыталась. Но сейчас достанем, посмотрим. Начнем, пожалуй, с лягушки. Там рыбак приплыл. Проводку рыбачит. На лягушке кирдык. Как и ожидалось, в принципе. Обычно они живут всего-навсего пару часов. Эти лягушки. Сюда я ночью поставил бычка. Наверное, он тоже на месте. Да. И живой. Зараза. Давай, вали. Ну и окунек. Наверное, окунек покусанный. Как минимум. Да, есть следы от укусов. Вот. С одной стороны хвост покусан. Ну, острые укусы. Плавник ему кто-то тоже поднакусил. И с другой стороны. Ну, даже немного похоже на само. Может быть, даже и сон кусал. Я думаю, там на камеру видно. Вот. Это на щуку похоже. Острая. Я думаю, он выживет. Поработал немного. Пусть живет. Надо как-нибудь тоже с лодки порыбачить. Интересно это занятие. Интересно это занятие. Вот такое красивое утро и без улова. Но это не беда. Я уже привык так приезжать, ночевать на речку. И, как говорится, трудности закаляют. И заставляют как-то больше мыслить и что-то пробовать. Так что для меня это не проблема совсем. Я и так весной отрыбачил. Каждую рыбанку подряд я ловил рыбу. Иногда, причем, даже очень неплохую для меня. Для нашего водоема. Вот по нашим меркам. Так что я думаю, все идет своим чередом. И все нормально. Так и должно быть. Мусор я оставляю. Надеюсь, кто-то выбросит. Либо я этим займусь. Если сюда еще приеду. Но здесь надо сжечь много чего. А железные банки вывезти отсюда. И вот мой транспорт загружен уже полностью. Все на месте. Все собрал. Там солнце светит. Красота, короче. Не утро. Погодка хорошая. Вообще тепло было ночью. Только комары достали. Ну, пусть комары будут самой большой проблемой. Как говорится. Так что на этом будем завершать. Спасибо за внимание. Всем пока.